Приветствую вас, дорогие друзья! Продолжаем изучать книгу Даниила. Очень приятно, что все это время мы могли размышлять над этими истинами, которые нас возвращали в прошлое, а также помогли нам смотреть в будущее. И, конечно же, нельзя не остановиться на сегодняшних событиях, которые происходят в мире. И вот сегодня будем говорить о 12 главе, будем размышлять сегодня о том, как вообще будет заканчиваться история Земли и что хотел знать Даниил. Но, думаю, что хотим знать и мы сегодня. Присоединяйтесь к нам, мы будем размышлять вместе с Аркадием и Аллой. Здравствуйте! Здравствуйте! Хорошо, друзья, вот у нас глава 12, она начинается вот с такого текста. «И восстанет то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. Наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены, будут записаны в книге». Вот, давайте мы об этом немножко порассуждаем. Ну, в принципе, первый вопрос хотел бы задать вам. В то время? Это в какое? Это в какое? И восстанет в то время? Это пишет же Даниил. Да. Это когда? Освобождать народ из плена. Это какое время? Вот интересно. Мы предполагаем, что это уже в конце истории Земли, в последнее время. Отталкиваясь от контекста книги Даниила, мы видим, что вторая глава рисует шкалу, седьмая глава дублирует ее, потом восьмая глава, и заканчивается книга Даниила вопросами или событиями, которые очень смущали Даниила, что же будет в конце, как будет заканчиваться этот период, чем он будет заканчиваться. И поэтому вот эти вопросы о конце времени, о конце этого большого исторического периода, его волновали. И вот в соответствии с этим Михаил и отвечает, Ангел отвечает, что в те времена, в конце этих пророчеств. То есть в то время, ну в то время, знаете, книга пророческая, поэтому речь идет не только о времени и событиях, в которых жил Даниил, а именно пророчески. Такое время написано, что еще такого не было вообще на Земле, как люди живут. Вот такое сложное, такое тяжелое время. Как люди вообще существуют, написано. Вот с того времени не бывало до сих пор. И, конечно, это относится к последнему времени. Вы верно сказали? Еще одна отправная точка. 11 глава, то есть 12 это продолжение 11 главы, а заканчивается 11 следующими словами. «И раскинут он царские шатры свои между морем и горою, преславного святилища, но придет к концу своему, и никто не поможет ему». А это мы знаем, что это будет и в конце истории человечества, это уже после Вавилона, после Медоперсии, Греции, Рима, разделенного Рима, и вот в конце, в конце, вот и в это время. Очень интересно заметить, что практически все главы книги пророка Даниила, они все начинаются с какого-то царя, во время такого царя, во время такого царя. А это совершенно отдельно, независимо от всего того, что было, оно как бы обобщение и уже не относится к каким-то человеческим таким видимым периодам власти. Да, это как бы глава, которая подводит итоги. Подводит итоги не только времени, скажем так, плена, Вавилонского плена, конкретно известного исторического периода. А именно времени, в котором мы живем, и который еще будет после нас. Понимаете, вот как далеко, да? И дальше написано, что... Вот тут еще первое, я хотел бы остановиться опять, Михаил. Что ж такое этот Михаил, который восстанет? Что вы знаете о Михаиле? Давайте прочитаем 10 главу, 13 текст. Но князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях Персидских. Михаил, да? Но Михаил, если смотреть на его имя, на перевод как бы его имени, то это звучит как подобный Богу. То есть, речь идет о каком-то великом воине, да? Который, в общем, принимает участие в спасении своего народа. Вот как бы вот отозвался. Ну и, конечно, мы понимаем, что речь идет об Иисусе Христе. То есть, никто другой не может быть освободителем, какой бы у него высокий чин или ранг не был, пусть это будет ангел или архангел, или еще кто, не может никто. Только один может дать свободу. Потому что свобода дается посредством пролития крови и голгофы. А на это может решиться, или согласие дал только один. И его этого, скажем, жертвы было достаточно. Вот еще 21 стих. Впрочем, я возвещу тебе, что начертанно в истинном Писании. И нет никого, кто поддержал бы меня в том, кроме Михаилова, князя вашего. Кто мог бы еще, если ангел тут явно говорит о том, что вот только он, кроме него, никто меня не поддержать мог. То есть, если бы это был не Иисус Христос. Если бы это было возможно кому-то другому сделать, но это невозможно. То есть, было бы сказано, кроме Михаила и Иисуса Христа. А здесь сказано, что только Михаил мог помочь. То есть, явно видно, что кроме него больше никого нет. Давайте еще вернемся немножко к тяжелому времени. Вы знаете, что одно из самых таких сложных и тяжелых периодов в жизни, это будет тогда, когда окончится посредническое служение Иисуса Христа. Во Святом Святых. И когда Дух Божий будет отнят от земли, и против него поднимутся все силы, все силы зла. И со всей яростью и ненавистью они как бы обрушатся на людей, которые следуют истине. И вот здесь, как раз, вот это тяжелое время, которое не было вообще, как люди существуют, вот в это время вступается наш Господь Иисус Христос. Мне кажется, тут очень ясно. Но здесь напрашивается следующее. И что дальше? А дальше нам нужно опять стих читать. И в стихе написано. Но спасутся. Понимаете? Вот это тяжелое время, конец истории. И тут вступается. И, конечно, раз кто-то вступается, значит, есть надежда на спасение. И вот спасутся. Так кто же спасется? Те, которые будут найдены, записаны в книге? Да. Вы знаете, сегодня претендует на спасение много. Претендует много, многие. И как-то очень уж так люди легко относятся, я бы сказал, даже поверхностно немножко. Там Бог знает, Бог любит, а что Бог такой злой, он всех спасет и так далее. Но здесь нам конкретно написано, что те, которые будут записаны в книге. Поэтому наше желание быть спасенными. Наше желание быть записанными в книгу. Наше желание, чтобы сегодня весь мир был вписан в эту книгу. И дальше стих говорит, и многие из спящих в прахе земли пробудятся. Одни для жизни вечной, а другие на вечное поругание. Пробудятся. Что это за пробуждение? Кто из вас может прокомментировать? Ссылка сразу вспоминается. Лазарь. Не умер, он спит. То есть вообще здесь даже не столько о состоянии умерших. Здесь о силе Божьей больше. Он все равно что разбудит их. Разбудит для того, чтобы дать одним одно, другим другое. А как этот стих объединяет? Что одни для уничтожения, а другие на вечное поругание. Священное Писание говорит не только об одном воскресении. Говорит о нескольких воскресениях. Мы знаем о том, что будет происходить воскресение при пришествии Господа Иисуса Христа. Произойдет воскресение людей, которые верили в Бога. Которые служили Ему. То есть Божьего народа. И через тысячу лет произойдет воскресение уже всех. Нечестивых, которые в конечном итоге пробудятся на вечный позор и поругание. Но вот в этом пробуждении, которым мы сейчас здесь считаем, это какое-то частичное воскресение. Это не то воскресение. Особое какое-то, да? Частичное, да. Но какое-то особое воскресение. Потому что здесь сказано одни для вечной жизни, другие на вечный позор и поругание. Потому что мы знаем, что такого будет отдельно. Смешанного нет. Такого отдельно понятия, да? Но здесь оно как бы смешивается. И скорее всего речь идет о том, что вот это будет частичное воскресение. Во-первых, это, как говорится, увидят Господа, увидят не только праведные, которые пробудятся в этот момент. Но и те, которые вот насмехались. Которые пронзили Его. То есть те, которые не верят в это. Откровение 1.7. Если можно, прочитайте. Откровение 1.7. Это как бы почти подобный же стих. Только в Откровение 1.7 записано. И узрите Его. Все грядет с облаками и узрит Его всякое око. Те, которые пронзили Его и возрыдают пред Ним все племена земные. Аминь. Понимаете, да? А если человек во время пришествия поднимается, тот, который его пронзил когда-то, да? Но он же потом, опять же. Да. Понимаете? Он же не может для вечной жизни. Ну да. Значит это не первое воскресение. Нет. Значит это не первое. Это частичное какое-то. Это вот это частичное воскресение, о котором мы говорим. И те люди, которые распили, которые насмехались. Вы знаете, может быть это мое такое сугубо мнение. Мне кажется, что здесь Даниил вообще не рассматривает этот вопрос. Первого воскресения, второго воскресения. Вообще за три стиха он делает итог завершения истории греха на этой земле. И переход к жизни вечной. Поэтому мне кажется, что он здесь просто перечисляет, что вот будет тяжелое время. Михаил заступится. Потом будет воскресение. И разумные будут сидеть. Что обобщает все. Да, он обобщает очень коротко. А вот книга Откровения, там действительно она распределяет. То воскресение, то воскресение. Верно. Но мы же не Даниилы. Мы же хотим разобраться. Почему? Потому что нам задают вопросы. Нам задают вопросы. И вот объясните, как это вот и те, и другие вместе. И мы пытаемся, скажем так, ответить на эти вопросы, поскольку нам это известно. Хотя хочу сказать, что мы не претендуем на совершенство. Может, у кого есть еще видение или версия, или Бог открыл что-то другое. Но в данном случае мы верим и понимаем так. И дальше текст говорит, что разумные будут сиять, как светило на тверди небесной. И обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда. А вот что такие, кто такие вот разумные? Как понять? Кто такие разумные? Пять разумных и неразумных дел. Делы. Это образное сравнение, которое говорит о том... В общем, видя результаты великой борьбы, видя влияние или действие греха, и видя силу Божью, благодати Божией, они разумно все оценили и приняли. Принялись со Христа, и они будут жить вечно. Просто те, в сердцах которых лучи солнца, вот эти лучи солнца попали, которые приняли этот свет. Я бы сказал, что это просто верующие люди, правда? Да, да, которые этот свет не отвергли. А раз верующий, он, значит, знает, что делать. Да. Он знает, что делать. 33 текст. Смотри, что написано. Это 11 главы, да? И разумные из народа вразумят многих. Да. Хотя будут несколько времени... Страдать от меча... Это, кажется, 10 глава, да? 11 глава, да. 11, 33 текст. От меча и от плена и грабежа. Смотри, что происходит. Происходит следующее. Что разумные или верующие люди, которые знают время, как поступать, до победы, до спасения, они будут переживать трудности. И разумные из народа вразумят многих. Обратите внимание. Верующие, они будут проповедовать. Они будут вразумлять многих. Да. Если вернуться чуть-чуть еще назад, 32 стих. Поступающие нечестиво против завета, они привлекут к себе лестью. Да, вот это нечестивые. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народа вразумят многих. То есть, они чтут Бога, они оценивают все, что Бог делает для них, они будут действовать. Проповедовать. Да, будут проповедовать, будут спасать. И, кстати, эти стихи как раз и говорят, что они, вразумевшие многих, обратившие многих к правде, как звезды, будут сиять навсегда. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию. До последнего времени многие прочитают ее и умножатся видением. То есть, книгу сию. Понимаете? Если бы Даниил запечатал тогда книгу сию, то мы бы ничего не знали. Это не может относиться ко всей книге. Понимаете? Это относится к каким-то моментам и пророчествам, которые на то время были сокрыты. Но они должны были быть открыты в последнее время, последнему поколению. Я считаю, что это нам. Потому что мы живем как последнее поколение на этой земле. Последнего времени. И вот здесь, здесь запечатай и сокрой. Вот интересно, почему это нужно было запечатать? Почему Даниилу нельзя было это все сказать, чтобы он написал нам, как это будет дальше? Так новый перевод говорит, а ты, Даниил, сохрани эти слова в тайне и запечатай книгу до срока, до времени конца. Многие тогда станут исследовать ее, и знания приумножатся. Но мне кажется, что просто каждое поколение и каждое в свое время должны действительно не просто принять готовое что-то уже передано, а должны исследовать, действительно должны вникать в это. и тогда это знание дается, только тогда это не может, это знание не может просто так быть дано. Его нужно обязательно как-то копать. Копать. Да. Есть такое выражение, что золото на поверхности не валяется. Не валяется. Да. Его нужно добывать, его нужно искать и труд прикладывать, чтобы достать золото. Точно так же, как истину. Давайте прочитаем Откровение, 10 глава, 1-2 текст. Видел я и другого ангела, силы великой, сходящего с неба. Он был окутан облаком, над головой его сияла радуга, лицо его светилось, как солнце, а ноги его огненным столбам были подобны. В руке он держал небольшой, развернутый свиток. Став правой ногой своей на море, а левой на землю, голосом дальше, да, голосом подобным львиному рыку провозгласил он нечто. Как только умолк, он зазвучали голоса семи громов. А когда проговорили семь громов, взялся было я записать все это, но услышал голос с неба. Пусть останется это тайной, под печатью, не записывай того, о чем говорили семь громов. Похоже, нет. От синодальной варианте скрой то, что говорил семь громов и не пиши всего. Прямо вот как слово в слово, хотя разница во время написания большая, да. Язык тот же самый. Вот если вспомнить начало этой главы, то мы знаем, что очень четкие конкретные факты были запечатлены или открыты уже Даниилом. Ты царь, это золотая голова, то есть Вавилон. Названа четко Медаперсия, названа первый царь его, это царь греческий, а вот здесь то, что его смущало, Даниила смущало, он не мог понять, он спрашивал, задавал вопросы, вот эту часть он говорит, а вот эту вот скрой, это в последние времена. Это этим людям надо будет. Им понадобится, потому что тебе это все равно не надо, Даниилу это не нужно было. А вот им это будет очень важно. И мы знаем, что 1830-е годы, 40-й год, это понадобилось, люди изучали, исследовали. Хорошо, давайте тогда почитаем еще пятый текст. «Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки». Дальше, наверное, да? «И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки, когда будет конец этих чудных происшествий. и слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенному низложению силы народа святого все это совершится. Я слышал это, но не понял, и потому сказал, господин мой, что же после этого будет? И отвечал он, иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво и не уразумеют всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Хорошо. Ну, давайте немного об этом поразмышляем. Написано, что тогда я посмотрел, то есть Даниил посмотрел, и вот он увидел двое других. Вот еще двое ставят. Еще двое. Один на одном берегу, другой на другом. Да. И вот написано, конечно, знаете, когда не описывается, кто эти двое других, тогда и гадать тяжело, кто это был, двое других. Некоторые богословы, они говорят, что это просто были святые какие-то, верующие. Некоторые говорят, что это небожители, еще кто-то. Сложно очень сказать, поэтому я думаю, что не будет четкого утверждения, отстаивания какой-то позиции, что это только тот. Но похоже, что те, кому дано было это поручение, которые выполняли это служение. И когда мы читали книгу Откровения, вот буквально недавно, да, то мы видели, что тоже он поставил одну ногу на море, одну на сушу. Да, огромный ангел. Одна нога на море, одна на сушу. Это все-таки символично, почему? Потому что речь идет о том, что весть должна проповедоваться и на море, и на суше, и на островах, и везде. Это символично. Но самое главное, что он задает вопрос, он задает вопрос, и когда же будет конец этих чудесных происшествий? Какое время имеется в виду здесь? Какой конец? Ну вот этот перевод, он как-то больше помогает в этом вопросе. Он говорит, один из них спросил мужа в леных одеждах, который стоял над рекой, когда же всему этому непостижимому злу наступит конец? То есть уже понятно, да? Уже понятно, о чем это непостижимое зло. Это не плен, да? Да, это уже непостижимое зло. А уже именно, конечно, вообще история всего. Если вернуться к Даниила восьмой главе, 2300 вечеров и утр и святилище очистится. Очистится от чего? От нечестия. От нечестия, когда человек взял на себя право быть заступником, решать судьбу человека, прощать там все. И вот это вот нечестие, вот он говорит, когда же это все прекратится. Это непостижимое зло, когда человек называет себя Богом. Вы можете прочитать второзаконие 32.40. Второзаконие 32.40. Мы посмотрим на символ поднятых рук. Автор законе 32.40. 32.40. Я подъемлю к небесам руку мою и говорю, живу я вовек. Как верно то, что живу я вовеки, так и то, в чем клянусь, воздев руку свою к небесам. Как верно то, что я живу вовеки. Только Бог может такое сказать. То есть, когда поднимали вот обе руки, это тогда, когда объявляли что-то очень торжественное, очень важное и очень торжественное. Это одна из самых значительных клятв. Во свидетели призывая небеса. Да, 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 то есть, это очень важно. Поэтому вот написано, что он поднял руки свои к небу и говорил. Хорошо, давайте мы еще посмотрим вот это «Времени, времен и полувремени». Это какой у нас стих говорит? Седьмой, да? Да. Вот «Времени, времен и полувремени». Хоть мы как бы уже знакомы с этим периодом, какой период это охватывает? Время, времен и полувремени? дата. Три с половиной года. Три с половиной года или? Сорок два месяца или тысячи двести шестьдесят лет. Дней, да, или лет, пророжеских лет. И когда мы читаем 7, 25, 7, 25, то мы находим, что, давайте прочитаем 7, 25. Данила. «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже вас мечтает отменить в них праздничные времена и закон, и они будут преданы в руку его до времени, времен и полувремени». Ну, написано, разумные будут знать. И вот в чем же разум? Разум в том, чтобы исследовать. И история, она, скажем так, сама за себя говорит, что это за власть, которая возмечтала отменить праздничные времена и закон. Ну, какая власть? Понятно, что никакая власть другая, кроме папской власти, этим не занималась. Вот мы не найдем просто в истории подобного момента. И когда мы посмотрим, когда эта власть начинала это делать, и когда она закончила это делать, мы находим тоже период. Эта история говорит нам о том, что это началось в 538 году и окончилось в 1798 1260 лет. и вот эти есть 1260 лет. И написано вот этот 725, там написано, еще раз прочитайте, они будут отданы в руку. основатель, да. И они отданы ему во власть, и это на одно время, два времени и половину времени. Ну вот, 1260, да. И то, что, может быть, даже и Данилу в то время не было понятно, то, может, и нам оно не было бы понятно. Но сегодня, так как мы уже, скажем, глядя назад, оглядываясь назад, нам уже легче. Я всегда говорил, что апостолам тоже было намного тяжелее, чем нам. Потому что мы уже смотрим на все постфактум. И мы можем провести параллели, сопоставить и сказать, да, точно так было, смотрите, как все. А апостолы, как они могли не знать. А апостолы, они смотрят, а будет это или нет. Понимаете? И мы удивляемся, что там Иоанн, или Петр, или другой там, Яков, они сомневались где-то. Ну, допускаем такую мысль. Потому что мы сегодня все видим, и историю, и в Израиль ездим, и в Египет ездим, и посещаем все эти исторические места, и складываем, и музеи Библии посещаем. И нам порой не хватает убеждения, что это так было. Понимаете? Это сложно. Давайте прочитаем восьмой стих еще. я слышал я слышал это, но не понял, и потому спросил, господин мой, что же будет после этого? Ступай, Данила, сказал он мне, ибо это сокрыто и запечатано до срока, до времени конца. Не понял, да? Опять не понял. А 10-14 прочитайте, Данила. И вот я здесь, чтобы разъяснить тебе, что будет с народом твоим последние дни, потому что видение это о днях грядущих. Не понял, да? Не понял, ну так вот я здесь, чтобы разъяснить тебе. Понимаете? Нет, но вопрос звучал раньше, он просил, ты не понял, я тебе пришел объяснить. Читаем несколько, чуть понял, и говорит, я все равно ничего не понял, прослабься, другие поймут, кому надо, они поймут. Да, то есть вы понимаете, откровение дано было на таком буквальном языке. Ну, вы знаете, было сказано тысячу времени, времен полвремени, а он опять сказал, а как долго это? А как долго это? Как долго будет? И Данил признается очень искренне, то, что сегодня порой мы не делаем, а я не понял. Данил, муж желаний, пророк Божий, который может лаковать сны, который все видит, а я не понял. То есть человек, который желает знать. Я думаю, что для нас это очень яркий такой пример, что мыслить, искать, желать, и быть честным, если когда-то что-то непонятно, переспросить, и так далее. Я помню, в семинарии преподаватель такой, Данил Дуда был, он говорил, есть глупцы двух видов. Одни, которые кажутся глупцами, когда задают твой вопрос, но, говорит, это очень коротко, говорит, две-три минутки и все. И он потом знает, и он уже не глупец. Говорит, есть глупцы другого характера, которые боятся казаться глупыми, и, говорит, остаются глупыми на всю жизнь до конца, потому что они так и не узнают ответа на этот вопрос, который их беспокоит. Так что Данил был первым. Да, был мудрец он. Да, и вот восьмой стих если нам и говорит, что, что же будет, а девятый уже, скажем так, помогает Данилу успокоиться. Девятый стих прочитайте. Ступай, Данил, сказал он мне, ибо это сокрыто, и запечатано до срока, до времени конца. Интересно, всегда открывали Данилу, а в данном случае говорят нет. Ну, хватит тебе уже и говорят, ты свое выполнил. Не разрешено тебе знать все это значение данного порочества. Полное значение будет открыто только тем, кто увидит его историческое исполнение. То есть, я бы, знаете, еще раз просто сказал бы так и волнительно и радостно, что мы живем в торжественное время. Мы живем в то время, когда исполняются все эти порочества, когда на наших глазах Моисей как? Он только так издали увидел и умер. И умер. А мы не издали. Мы уже сколько прошли. Тем более, я думаю, наше поколение, оно самое ценное. Потому что мы и коммунисты застали время, когда, скажем так, в тюрьмы сажали, когда отбирали детей, когда арестовывали, когда дома окружали, когда Библию отнимали. И время проповеди такое бурное, что и не знали, когда-то вообще эта страна переживала, когда по три, по пять тысяч в один день каялись и приходили к Господу. И сейчас, когда мы видим, как исполняются вообще вот эти всемирные события, так быстро. Да, одну за другим прямо вообще. И я думаю, мы живем в второе время. Очень. И то, что было сказано, что это будет открыто тем, которые будут переживать вот это уже последнее время. И я думаю, что оно действительно так и есть. И вот интересно, десятый текст говорит, многие очистятся, уберятся, переплавлены будут в искушении, нечестивые будут поступать нечестиво и не уразумеют. Никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Опять отмечается мудрые. И все-таки мудрость, мудрые и не мудрые, разница в одном. Насколько ты хочешь быть мудрым? Насколько ты хочешь исследовать? Ответ простой. Не нужно быть ленивым. Не нужно быть слишком занятым. Не нужно быть человеком, который, у которого ни на что не хватает времени. Я думаю, что для личного здоровья и для личного спасения должно быть достаточно времени. И еще поделиться с другими. Знаете, я в этом отношении вспоминаю еще оборот, библейский оборот Павла, осуетятся в умствованиях своих. Сегодня есть очень много верующих, которые реально осуетились в умствованиях. И я думаю, что они называют мудрыми обезумелем. Они себя в такую западню закидывают, в тупик загоняют себя, что сами рисуют какую-то логику, а потом пытаются там что-то вариться, и библейская истина, весть, остается вообще непонятой, непринятой. Это тоже не мудрость. Очиститься и убеляться. Ну, насколько нам известно, что нет такого порошка, нет такого щелока, который он мог бы очистить и убелить. И такого средства, чтобы очистила грех. Единственное средство это кровь Иисуса Христа. И только ним, то есть приняв Иисуса в свою жизнь, мы можем им очиститься и убелиться. Вы согласны? Да, потому что здесь так и выглядит, это вот в таком переводе, оно яснее. Многие будут очищены. То есть ты не сам очищаешься. Ты будешь очищен, будешь омыт. То есть тебя очищают, тебя омывают. Это не, это, ты тут, активное действие не с твоей стороны, это пассивное. То есть человека должен кто-то очистить. Да, но здесь тоже убелятся и переплавлены будут в искушении. Да, переплавлены будут, то есть опять же. Это кто там? Действия Так что искушения будут и не чуждаетесь. Будут, испытания будут. Как посылаем и вот для чего там написано? Для испытания нашей веры. Опять упало. Да. Хорошо, друзья, и вот еще такие несколько текстов есть. Одиннадцатый и двенадцатый тексты. Тоже интересные. Читайте, пожалуйста. со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет тысяча двести девяносто дней. Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи трехсот тридцати пяти дней. Хорошо. Ну, очень давайте попробуем разобраться. Со времени прекращения ежедневной жертвы и мерзости запустения. Когда это было? В какое это время было? А вот ежедневное священодействие оно как-то не знаю, мне в Туре это как-то понятнее звучит. Священодействие это то действие, которое производит Господь. Да. Мы знаем, что она была прекращена тогда, когда папство взяло на себя власть. Это был 538 год, мы это понимаем. 508. Да, даже 508 год. Мы до сих пор говорили о периоде 1260, это 538 год. А вот тот? А 508 год чуть-чуть раньше начинается на 30 лет и заканчивается в тот же год. 400. Да, о том, что мы говорили, что это была, скажем так, борьба была внутри папства этих 30 лет. И написано, вот этот момент прекращается и проходит этот период времени и дальше написано, блажен, кто ожидает достигнет 300, 1335 дней. Если мы возьмем 508 года и 1335 дней, мы приходим к 844 году. 43-44. И в чем заключается, почему тот счастливый человек, который вот именно вот в этот период будет? Я усматриваю здесь первое, все-таки это последний период, это Лаодики. Это период Лаодики начинается в это время. Второй момент, это начало проповеди трехангельская весть. Именно трехангельская весть. Она начинает вот с этого момента. С этого момента. Да. Блажен, почему? Потому что ты можешь принять в этом участие, очень сильно в этом движении, в этом движении, в этой работе и нести эту весть погибающим поколению. То есть больше истины уже открытой не будет. Это полнота. Последняя церковь. Это то, что сегодня церковь продолжает проповедовать, до сегодняшнего дня. Я имею такое объяснение, может кто-то еще имеет какие-то объяснения вот этим 1335. Ну, я думаю, что здесь же знаменательно еще то, что вот эти даты, периоды, которые мы сейчас читали, исследовали в этой главе, мы приходим к году 1844, да? Интересно, примечательно то, что если мы изучаем 8-ю, 9-ю главу, мы приходим к этой же самой дате, только отталкиваясь от указа восстановления Иерусалима, то есть это еще раз говорит нам о том, что вот эта шкала временная, которая была заложена Даниилом в начале, она полностью раскрывает вот этот период, и вот эти все даты, все периоды, все события, она все включается сюда, и почему еще они будут блаженны, потому что святилище очистится, то есть почему святилище было осквернено, потому что другой человек там сидел, только Бог мог делать, а его взял на себя человек, так вот теперь вот эти, кто доживут до этого момента, они будут счастливы, потому что откроется истина, что Иисус Христос только может прощать, то есть для нас сегодня это благословение номер один, знаем, что Христос нас спасает. Ну, и совет всем нам, а если что-то непонятно, иди к концу своему. Успокойся. Успокойся. И вот хорошие строчки, кстати, для получения венца последнего времени. Да. Я когда исследовал эту главу, читал, готовился, то вы знаете, здесь уже не сказано, есть ли удостоишься. Вот я читал, думаю, ну, может быть, как-то нет. Вот ты иди и поднимешься и получишь. А ты до конца иди своим путем. Да. А ты до конца иди своим путем. Твоего жребия, да. Вот интересно в синодальном варианте жребия, а я смотрю перевод Кулакова, принять свой удел. Свой удел. То есть, что у тебя уготовлено. Что уготовлено тебе. Да, друзья, несомненно, все мы идем к концу. И однажды придется успокоиться. Но радость в том, что мы успокоимся, верим, что сохраним веру в Господе. и Господь, Он, скажем так, даст уже то, что человек, какое жребие он был, ну, скажем так, в жизни, удостоился, чего удостоился в жизни. Дорогие друзья, мы закончили эту интереснейшую книгу Данила, скажем, откровенно, как было, не всегда просто, не всегда понятно, не всегда доступно. И еще одно скажу. Это неокончательный вариант. Я верю, что Господь будет продолжать открывать эти истины больше, больше и больше. Самое главное, чтобы мы никогда не потеряли веру в нашего Господа и ни в ком, и ни в чем не разочаровались. Пусть Господь продолжает нас очаровывать. Благословения вам. Всего доброго. Иисус мой родной бежал и сердце бежал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин